Я живу вот у верху, тут вот стреляют каждый день, начиная с пяти часов вечера и всю ночь. И вот это вот уже две недели подряд, снаряды рвутся возле, стреляют с Майорска, с Песок и с Бахмутки. Вечером, как выходишь на улицу, смотришь зарыва и взрывы, тут в районе кладбища, в районе нас, понял. Так что это, когда-то школу вот разбомбили, наши ребята эвакуировали этих школьников, а Украина передала, что они эвакуировали, понимаете, как они брешут. Ну, что еще, ну, обстрелы продолжаются, вот это и сегодня вот два сколько, полседьмого или восемь, два взрыва вот стреляли, стреляют с Майорска, хотя говорят сами, что сепаратисты стреляют. Вот такие вот, ребята, дела. Так что дела никуда не годятся, надо или наступать, игнать их до Изюма или туда, до Киева. Ну, все, вот, больше я вам... Скажите, вот сейчас официальная информация для третьих стран, то, что здесь перемирие, здесь не стреляют. Да, ну, какое перемирие, ребята, о чем вы говорите? Считай же каждый день. Ну, вот это вот две недели участилось, как только начинает это, пять, полшестого и начинает. Вчера стреляли, стреляли, начинался матч ПСЖ, шахтер. Стреляли, потом первый тайм, правда, не стреляли. Начался перерыв и начали опять стрелять. Ну, я не стал второй смотреть, выключил телевизор. Думаю, это... Так что, никакой перемирия, ребята. Никакого перемирия нету. То есть, они тоже смотрят футбол, а в перерыве... Да, в перерыве... Ну, вот вчера, я вам говорю, я же засмеялся. Я говорю, смотри, вот футбол, это, не было вышло. 45 минут ровно не было вышло. Только перерыв, вот это вот, ну, первый тайм кончился. И начали с Майорск, Бахмутка, Николаевка. Отсюда и сюда.